дорогие друзья доброго времени суток я приветствую вас на канале о котором зовут меня ольга и сегодня хочу представить вашему вниманию тару прогноз на июль месяц для знака зодиака девы уважаемые девы напоминаю что гадание все-таки имеет общий характер помните об этом поэтому конечно же проиграться и срезонировать она может не со всеми друзья но я уверена что досмотрев это видео до конца все же какие-то важные подсказки и советы для себя возможно вы сможете найти так как гадание у нас сегодня большое масштабно на 12 сфер гороскопа на 12 сфер вашей жизни и я надеюсь что для себя вы сможете найти какую-то важную полезную информацию который сможете себе воспользоваться на благо и где-то как-то подкорректировать свою жизнь уважаемые девы приглашаю вас всех и мужчин и женщин и тех кто в паре и тех кто одинок гадания для всех сегодня работаю на второе вдохновение и вспомогательная колода на моем столе это золотой оракул ленорман возможно он нам понадобится для проработки каких-то дополнительных вопросов но это мы уже посмотрим в процессе как будет получаться дорогие девы я сейчас делаю все что зависит от меня от вас зависит сейчас максимально расслабиться нет не думать ни о чем плохом и постараться максимально отвлечься и мы вместе с вами погрузимся в эту волшебную атмосферу гадания друзья я сначала выложу все 12 домов на стол а потом уже в процессе гадания я буду объяснять какой дом за что отвечает может приход зашел первый раз и конечно же я все это буду рассказывать и так пока первый дом 2 дом 3 дом 4 так я надеюсь что хорошо видно 5 дом 6 дом 7 дом 8 дом хочется перед рисовать немножечко 8 9 10 11 и 12 дом дорогие девы конечно я так уже на вскидку посмотрел на ваш расклад конечно есть моменты которые меня расстраивают не радуют друзья карта которая осталась на дне колоды будет для вас как дополнительная информация как то ну на что лишний раз нужно обратить внимание к этой карте мы еще дойдем и так я надеюсь что всем хорошо видно я буду подносить каждую карту к экрану чтобы вы могли видеть друзья если взять на вскидку вот весь ваш расклад конечно я смотрю что самые большие проблемы вот именно в вашем доме вашей семье в которой вы живете под крышей дома которого вы живете конечно здесь множество проблем множество проблем есть моменты того что у вас где-то в чем-то опускаются руки и если говорить о вашем а партнер с у ваших партнерских отношений для тех кто в паре семейные пары или те кто давно вместе ну друзья здесь тоже все неоднозначно но какой-то отдых у вас планируется также друзья для тех кто одинок я возьму дополнительные карты чтобы вы не переживали обязательно я обо всех помню и мы с вами начинаем чтение вашего расклада уважаемые девы первый дом говорит о вашей физической энергии о вашей силе о том что вы думаете что вы планируете какую энергию вы несете в окружающий мир ну ваши планы мысли действия естественно вот в период этого месяца и уважаемые девы обращусь сначала к мужчинам потому что выпала мужская карта карта императора старший аркан эта карта напрямую прежде всего может показывать вас вас самих уважаемые мужчины как человека высокоорганизованного к я по этой карте вижу что вы человек очень ответственный очень обязательный очень деловой многие из вас по этой карте уже достигли в этой жизни какого-то определенного статуса и вы запросто даже можете ну как кем-то командовать руководить иметь какую-то руководящую должность конечно же не все друзья но кто-то уже этих высот добился те кто еще не добился вы к этому стремитесь по этой карте друзья конечно же где-то вы любите проявлять свой характер свою волю свой закон вы любите чтобы было вот по-вашему окончательное решение вы любите принимать сами вода в каких-то вопросах вот последнее слово должно быть за вами если говорить о наших милых девах женщинах девушках конечно же эта карта говорит о том что вы милые дамы под надежным покровительством вашего супруга потому что карта императора это прежде всего карта супруга человека вашего близкого и родного с которым вы живете эта карта говорит что есть чувства эта карта говорит о том что есть любовь конечно лично и сама по себе эта карта чувств не показывает но я смотрю по другим картам в колоде если чувства если эмоции в доме Да, эмоции есть, эмоции, конечно же, разные, но если спрашивать о любви конкретно, любовь, друзья, любовь есть. В этом вы можете быть спокойны. Если говорить о вашем запасе энергии, то у наших дорогих дев запаса энергии хватает. У вас энергии столько, что вы этой энергией можете еще поделиться с другими. Вы даже где-то других будете подгонять, чтобы они действовали быстрее, чтобы они действовали правильнее, чтобы они действовали организованнее. И все в этом роде. Наши девы любят порядок. Итак, друзья, прекрасная карта на начало. Также она может говорить, что многим из вас, дорогие девы, придется решать какие-то вопросы с мужчиной, может быть, из органов властей. Да, вот кто-то, может быть, у кого-то есть такие планы, с таким человеком пообщаться. Ну, какие-то, может быть, вы будете решать вопросы, связанные с казенными домами, не исключено, друзья. Давайте посмотрим, что в вашем втором доме. Этот дом показывает те деньги, которые вы сами к себе можете притянуть в свое пространство. Также эта карта показывает то имущество, которое на сегодняшний день у вас есть. Друзья, конечно, выпала карта довольно-таки грустная, печальная, двоечка мечей. Она говорит о том, что наших дорогих дев что-то не радует в этой жизни, в работе вас что-то не радует, что-то вас очень огорчает. И где-то, вот в какой-то момент вы, где-то вы больше плывете по течению, момент того, что, ну, как бы, вы что, какие-то серьезные вопросы, вот, касающиеся вашей работы, вы откладываете, откладываете. Как будто бы боитесь того, что может быть в будущем. Но эта карта говорит о том, что бояться, дорогие девы, вам не стоит. С вами рядом ваш ангел-хранитель, который неустанно следит за каждым вашим шагом и готов вам помочь. Он не даст вам упасть, дорогие девы. Посмотрите на эту прекрасную карту, видите, по другую сторону пропасти, которая под ногами девушки, сидит прекрасный ангел, играет на трубочке и зовет нашу девушку к себе. Говорит, не бойся, я тебе помогу в любых твоих начинаниях. Только начинай действовать. Конечно же, друзья, если говорить о вашей недвижимости, о, ну, быте, который вас окружает, эта карта тоже говорит о том, что что-то вас очень сильно огорчает. И как будто бы сейчас у вас в чем-то опускаются руки, и что-то вы не хотите делать, что-то не хотите предпринимать. Не потому, что вы не хотите вообще, а просто потому, что вам, у вас на душе какая-то тяжесть. Конечно, я смотрю, что, ну, несмотря на то, что в семьях вроде была ты покой, конфликты тоже у вас есть. Разногласия тоже в ваших парах, конечно, есть, как и у всех. Если говорить о работе как атаковой, о вашей работе, то, конечно, карта двоечка мечей, ну, говорит то же, что и в работе тоже здесь какие-то моменты неясности для вас, непонимания. Что-то для вас в очень таком тяжелом состоянии, что-то вам очень тяжело дается, что-то вам очень тяжело преодолевать, очень тяжело. Какие-то очень большие страхи, большие, конечно, сомнения по этому поводу, по поводу вашей работы. Друзья, ну, то, что я вижу по картам, то, что я вижу, вот есть некие хитрости в картах, и, конечно, я смотрю не на одну карту, а на и другие тоже ваши карты, вашего расклада, и вижу, что, несмотря ни на что, у вас будет движение, и вы, вы будете двигаться вперед. Несмотря на то, что сейчас вот период вот такого, может быть, это начало месяца, начало месяца, когда вот душевное какое-то страдание по поводу работы, по поводу вашего быта, семьи. Вот из-за чего-то вы страдаете, друзья, что-то может не получаться, конечно же. Но в будущем я вижу, что рост и развитие, вы будете развиваться, вы будете расти, это однозначно. Денежки, конечно, какие-то к вам идти будут, но к этому мы еще, друзья, дойдем. Давайте посмотрим, что же происходит в вашем третьем доме, доме близких дорог, поездок, близких родственников, близких коммуникаций. И здесь для вас выпал старший аркан, отшельник. Это уже второй старший аркан в вашем раскладе. Эта карта говорит о том, что наши милые девы одиночатся, вы как будто бы никого не хотите видеть, вы хотите как будто бы спрятаться в какую-то раковину, хотите побыть отшельником, да, хочу побыть один, хочу побыть одна, хочу, чтобы меня никто не беспокоил. Если даже только мысли о ваших родных и близких, вот у вас уже, ну как, может быть, как точка боли, место боли в вашем сердце, в вашей душе, потому что здесь тоже есть какие-то очень большие трудности, ну с родными и близкими. Также друзья и с друзьями вашими, вот в том числе, я смотрю, что люди как будто бы к вам тянутся. Люди тянутся, но вот вы не всех к себе близко подпускаете, вы очень выборочны в отношениях. И, конечно, если говорить об этом, именно об этом месяце, вот вы как будто бы, ну нет у вас большого общения, вы больше как человек-одиночка, который сам в себе, сам по себе. Ну, конечно, вы ни от кого не хотите зависеть по этой карте однозначно. Какие-то ответы на свои вопросы, конечно, многие из дев ищут в своем подсознании, потому что, ну, ваша интуиция у вас довольно-таки хорошо развита, и, в общем-то, вы правильно, очень правильно себя ведете. Вот ваши действия сейчас, друзья, правильны. Давайте посмотрим теперь, что происходит в вашем четвертом доме, в собственном доме, под крышей которого вы живете. И здесь для вас выпала карта «Четверочка чаш». Конечно, четверочка говорит о том, что некая стабильность в вашем доме, в вашей семье имеется. Но также эта карта говорит о том, что вот чем-то вы не удовлетворены. Вот здесь вы в какой-то тоске, в каких-то мыслях, в каких-то размышлениях по поводу дома, семьи, да, вот вообще вот ваших близких, вашего имущества, тоже здесь вас как-то что-то не радует. Может быть, ваши родные и близкие вам что-то предлагают, может быть, какие-то поступают предложения к вам. Но вот вы нерешительно себя как-то ведете в плане чего-то нового. Вот что-то новое вы боитесь, каких-то резких, радикальных перемен. Вы, конечно, побаиваетесь. И это карта людей, которые глубоко уходят в себя, и тем более рядом с отшельником. Вот вы что-то анализируете, о чем-то думаете, что-то для себя пытаетесь понять по этой карте. Конечно, это карта людей, которые умеют признавать свои ошибки. Это люди, которые имеют глубокий анализ. И слава Богу, потому что на сегодняшний день очень немногие имеют этот самый самоанализ, друзья. Это важно, вы умеете видеть свои собственные ошибки и свои собственные недостатки. И вы, ну, в какой-то степени к самому или к самой себе относитесь достаточно критично по тем картам, которые я вижу. Вы требовательны где-то в каких-то вопросах сами к себе. Но пока здесь вот какое-то бездействие в вашем доме, как будто бы ничего не происходит, да? Или вы не спешите что-то новое впускать в свою жизнь. Давайте посмотрим, что происходит в вашем пятом доме, доме ваших хобби, увлечений, того, куда тянется ваша душа, ваши отношения с детьми. Друзья, у кого есть дети, я смотрю, что с детьми здесь тоже какая-то очень тяжелая, сложная ситуация. Ну, не имеет значения взрослые дети или маленькие. Маленькие дети могут болеть, большие дети могут доставлять хлопот еще больше, чем маленькие. И здесь то же самое. Вот у вас такое состояние, как будто бы ваш ребенок болен. У вас такое состояние, как будто бы ему надо помочь. Те, у кого есть дети, конечно же. Друзья, у кого нет детей, вот карты говорят о том, что какие-то хобби, ваши увлечения, они вам как будто бы не приносят какой-то радости. Даже если вы пытаетесь чем-то заняться, вам это не приносит радости. А многим из дел вообще у вас просто не получается заниматься чем-то таким для души, для себя, потому что мешают вам внешние факторы. И это все то, что может быть связано с вашим домом, с вашей семьей. У многих я вижу, что в доме есть болеющие родственники. Это может быть и старшее поколение. Не обязательно старшее. Но есть те обстоятельства в вашем доме, в вашей семье, со стороны вашей родни, которые буквально-таки в какой-то степени для вас трагические. Может, в вашей жизни были какие-то большие трагедии. Что-то такое было, что вы на все смотрите в такой печали, в такой тоске. Где-то вы как будто бы обращаетесь вот к Всевышним Силам за помощью. Где-то вы в чем-то отчаиваетесь, друзья. Вот как будто бы какую-то ситуацию вам кажется, что вы не можете изменить. Давайте посмотрим, что происходит в вашем шестом доме, в доме повседневных забот. И, конечно же, здесь, наконец-то, для вас выпала замечательная карта Тройчка Пентаклей. Эта карта говорит о том, что все-таки вы будете развиваться, вы не будете сидеть на месте. Вы будете идти вперед. Если вы работаете, вы будете продвигаться в своей работе вперед. Вы прекрасный мастер своего дела. Вы работаете с душой. Вы отдаетесь своей работе на 100%. Многие из вас имеют большую внутреннюю мудрость, большую внутреннюю глубину. У вас очень большие накопленные вами знания, которыми вы могли бы уже делиться с другими людьми. Эта карта говорит об этом. Вы можете быть и учителем, и учеником одновременно. Эта карта говорит о том, что вы никогда не стесняетесь учиться. Вы, может быть, в какой-то работе для себя постигаете какие-то новые навыки. Либо вы чему-то вообще пытаетесь развиваться. Вы не сидите на месте. Вы все время ищете какую-то новую информацию. Вы все время чем-то интересуетесь. Конечно, вас признают другие люди, вас очень уважают. Действительно, к вам люди тянутся. Благодаря вашим талантам, которые вы имеете в работе, люди вас признают. И многие из вас хорошие матери. Вы действительно для кого-то, может быть, вы хорошие дочери, для кого-то хорошие матери. Вот карта это может говорить об этом. Но что-то здесь в такой тяжести, друзья, что-то в такой тяжести, именно родовая какая-то тяжесть, очень большая лежит на ваших плечах. Давайте посмотрим, что происходит в вашем седьмом доме, в доме вашего партнерства. Конечно, по шестому дому, друзья, скажу также, что многие из вас, ну, как уделяют много времени своим детям, много вы со своими детьми общаетесь, может быть, пытаетесь их научить уму-разуму, пытаетесь как-то что-то изменить в их жизни в лучшую сторону. Конечно, друзья, те, у кого есть дети, вы стараетесь как-то им помочь. Хотя здесь у многих есть какие-то тяжелые критические ситуации с детьми тоже. В вашем седьмом доме, в доме партнерства, здесь у вас, если говорить о ваших отношениях, если спросить карты, есть ли чувства в вашей паре, да, чувства есть, да, эмоции есть. Конечно, вас двоих в этом месяце может ожидать какой-то совместный праздник, отдых, может быть, какое-то веселое мероприятие вас ждет, да, вот, может быть, вы куда-то собираетесь поехать отдохнуть вместе с супругом или супругой. Друзья, но исключительно некоторые пары пройдут по вот этой связке карт, как те пары, у которых, может быть, кто-то быть третий в отношениях, либо вы, может быть, быть третьим отношением, третьим в чьих-то отношениях, да. Друзья, конечно, я возьму сюда дополнение. Давайте посмотрим, так ли это, так ли это. Действительно ли есть неверность? Конечно, да, друзья, друзья, я скажу вам так, у многих, у многих раньше, многие подумывают о том, вот, кстати, у кого треугольники, вы пытаетесь, вы пытаетесь решить эту ситуацию, и в конечном итоге вот многие в этом месяце для себя определятся окончательно, с кем вам остаться. Да, есть такие пары, которые меня будут смотреть, у кого действительно треугольники. Не зря выпала карта «Влюблённые», но эта карта «Влюблённые» говорит о том, что какой-то свой выбор вы сделаете правильно, друзья. И обратите внимание, из колоды я вытащила сразу два старших аркана. Это говорит о том, что те девы, у кого действительно треугольники в отношениях, для вас это очень важный вопрос, для вас очень важно, как дальше будут развиваться события вашей жизни, вашей судьбы, и вам здесь по этой карте вот нужно с кем-то порвать, с кем-то одним вам нужно разорвать, вам нужно определиться, с кем вам быть, с вашим супругом или с вашим любовником, вам нужно определиться, с кем вам быть, с вашей супругой или с вашей любовницей, у каждого, ну, по-своему, в зависимости от того, кто меня смотрит, мужчины или женщины. Конечно, треугольники здесь есть, но вам предстоит сделать выбор, и вы этот выбор сделаете. Этот выбор для вас будет болезненный, друзья, девы, предупреждаю, милые дамы, милые мужчины, вам какой-то выбор в своей жизни будет очень тяжело сделать, но вам придется его сделать и он будет верным для тех, у кого действительно треугольники. Давайте сразу возьмем дополнение для тех, у кого в паре все нормально, я не трогаю нижнюю карту, так как она является дополнительным фоном, для тех, у кого нет никаких треугольников, как будут развиваться ваши отношения в паре. Друзья, ну посмотрите, вы были прекрасные карты, они говорят о том, что у многих в парах все хорошо, в ваших парах далеко идущие планы, в ваших парах есть не только любовь, но и духовность, и интеллектуальный уровень. То есть где-то вы переросли в буйство страстей, вы уже на другом уровне общаетесь, на более интеллектуальном, на более духовном уровне вы уже общаетесь со своим партнером или партнершей. Конечно же, если говорить о дамах, девушках, женщинах, девах, эта карта говорит о том, что все вам подвластно, что все в ваших руках, и вы сама хозяйка своей судьбы, своего счастья. Друзья, конечно же, здесь все нормально. Давайте теперь пойдем дальше. Если говорить вообще о вашей работе, то многие из вас, друзья, я смотрю по этим картам, вот те, кто работает, у многих, те, кто работает в коллективе, вот сейчас очень многие, действительно, летний период, и обратите внимание, здесь три нимфы, которые у прекрасного моря в каком-то гроте, они нежатся, лежат на песочке. Это говорит о том, что вот и в рабочем коллективе, да, вот все хотят отдыхать, никто сейчас не хочет работать. Но карта императора говорит о том, что работать кому-то приходится, кому-то приходится в ущерб своему отпуску. Или может быть, друзья, такое, что сейчас кто-то, если вы работаете в коллективе, в общем, что вы, может, работаете за кого-то, потом кто-то будет работать за вас, и вот так вот по кругу, друзья. То есть, может быть, ну, кто-то кого-то будет подменять, но работать не хочется, конечно же, вообще по этим картам. Вы пытаетесь себя как-то организовывать на работу, но вам это удается с очень большим трудом, очень с большим, это точно. Давайте посмотрим теперь в ваш восьмой дом, дом риска. Здесь могут быть опасности со здоровьем, кредиты, заемы, ипотеки. И, уважаемые девы, здесь для вас в этом доме, в доме риска, выпала прекрасная карта «десяточка Пентаклей». Она говорит о том, что у вас появятся деньги погасить все те задолженности, которые у вас были до сего дня. Да, и также, друзья, если кто-то на сегодняшний день собрался брать какой-то кредит, а вот этого я вам не советую, потому что вам этот кредит будет выплатить очень и очень тяжело. Вот те, кто сейчас захочет только взять кредит, те, кто уже брал ранее и у кого уже есть кредиты, вы их как бы будете пытаться в этом месяце перекрыть, вот все вот эти денежные провехи. Но здесь тоже, ну, не все вам удастся, не все, друзья, еще какие-то хвосты останутся, какая-то тяжелая ситуация для вас еще будет оставаться какое-то время, к сожалению. Если говорить о здоровье, в общем, дорогие девы, ну, здоровье неплохое, довольно-таки крепкое, запас энергии у вас есть, и, ну, здесь все нормально, я бы не стала заморачиваться здесь по этому поводу. Конечно, у кого-то могут быть какие-то легкие недомогания, потому что все-таки здесь идет одна такая карта, которая немножечко напрягает, ну, что-то вас может беспокоить, может, как такое мелкие беспокойства, но на постоянной основе, да. Ну, это для кого-то нервы, для кого-то это просто хроническая усталость, друзья, вот по вот этим картам, которые я вижу на столе. Давайте посмотрим дальше, что в вашем девятом доме, доме учеников, доме далеких поездок и доме образования, и также для кого актуальна тема общения с заграничными коллегами. И для вас здесь выпала карта принцессы мечей, маленькой прекрасной девочки. Эта карта говорит о том, что у вас очень много хлопот. Для тех, кто собрался поступать, уважаемые ученики, уважаемые учащиеся, карта говорит, что у вас какие-то, ваше поступление стоит в каких-то больших трудностях, может быть, большая конкуренция туда, куда вы поступаете, может быть, просто есть какие-то хлопоты и проблемы, которые вам придется преодолевать. Друзья, вам многим понадобятся большие деньги для того, чтобы поступить, потому что бюджета я здесь не вижу, только контракт, но и контракт я вижу, что немногие здесь смогут потянуть, те, кто меня смотрит. Поэтому стоит хорошо подумать, может быть, пока стоит повременить и пока заняться чем-то другим, друзья. Но если говорить о высшем образовании, ну, высшее образование, друзья, вряд ли. Это может быть, как какие-то училища, такие вот, как курсы какие-то. Да, вот это ближе, вот это ближе. Вот если вы пойдете куда-то вот в таком направлении, да, там, и, кстати говоря, мечи могут показывать мастеров, там, парикмахеров, маникюр, педикюр, там, реснички, да, вот все, что, какие-то курсы медсестер, курсы массажа, да, вот что-то такое, то, что может приносить вам живые деньги, ну, какое-то такое мастерство, которому вы можете быстро обучиться. Потому что я смотрю, если говорить о высшем образовании, пока у вас не получается. Если не получается пока, займитесь чем-то таким пока попроще, а потом в процессе будете зарабатывать денежки, и вы сможете куда-то поступить уже со своих денег, друзья. Ну, вот такая вот карта. Для вас, конечно, очень много хлопот в любом случае. Если говорить о дальних дорогах, дальних поездок, куда-то за рубеж, уважаемые девы, огорчу, в этом месяце я не вижу. Для вас дальних поездок куда-то за границу пока нет, пока нет. Может быть, там, в пределах города, и то, я вам уже говорила, что даже в пределах города как-то вот, может быть, и намечается, но вот вам все это как-то в тягость, вам ничего не хочется. Конечно, по этой карте нет. Если говорить о загранколлегах, о каких-то договорах, сделках с заграничными партнерами, здесь тоже как-то вот все, люди к вам насторожно относятся, вы относитесь настороженно к людям, как-то все, как-то очень болезненно, как-то все в каких-то пока больших трудностях, и вы очень пока чем-то разочаровываетесь, разочаровываетесь, что-то не приносит вам прибыли. Друзья, давайте пойдем в ваш 10-й дом, то, чего вы в этом месяце достигли, на чем вы, так сказать, акцентируетесь. И здесь для вас выпала неутешительная карта «Пятерочка чаш». Друзья, вот простите за мой голос. Я просто, я всегда, вы, может быть, многие обратили внимание, я когда читаю расклад, мой голос меняется в зависимости от того, какая карта. Я каждую карту пропускаю через себя. Я живу каждой картой, которую я вижу. И, конечно, когда я вижу много негативных карт, ваш расклад читать действительно очень тяжело. И у вас много трудностей, поэтому, когда я вижу тяжелые карты, может быть, у меня и такой голос, и вам кажется, что я какая-то не такая. Нет, друзья, просто каждая карта проходит через меня. «Пятерочка чаш» говорит о том, что вы чем-то все-таки в этом месяце будете очень сильно расстраиваться, чем-то убиваться. Повторю, что у многих это какая-то родовая программа. Может быть, вы сами, друзья, вот вы сами, конечно, вам стоило бы уделить внимание своему здоровью, несмотря на то, что, как я вам говорила, запас энергии есть, но больше отдыха. Мужчины, женщины, девы, больше отдыха. Вот что-то все-таки, что-то все-таки вас беспокоит. Где-то вам нужно подумать больше о своем здоровье и о своем спокойствии. Конечно, эта карта говорит о том, что пока вот в этом месяце у вас многое будет не получаться. И из-за тех неудач, которые у вас будут, вам будет казаться, что, ну все, провал, ничего не хочу, ничего не буду делать дальше, жизнь невыносима. Но, друзья, у вас есть ресурсы, которых вы еще не видите, и все в ваших руках. Вам стоит только перестать отчаиваться и подумать. Вам нужно подумать о тех возможностях, которые в ваших руках есть. Уважаемые девы, вы очень сильный знак. И, ну, по императору, по первой карте я вижу, что вы умеете себя организовывать. И вам нужно пытаться, друзья, не хандрить, не впадайте в это состояние, не притягивайте к себе болезни и негатив. Если говорить об органах юстициях, об органах властей, есть ли какие-то проблемы, друзья, здесь у многих такие проблемы есть. Не обязательно, что это какие-то масштабные суды, там еще что-то. Это могут быть элементарные какие-то невыплаты, элементарные какие-то задолженности. И по этому поводу, ну, имеется в виду все то, что проходит через казенные дома. Вот здесь вы тоже как будто бы убиваетесь, но у вас есть возможности что-то менять. Они в ваших руках. Друзья, давайте посмотрим, что в вашем девятом доме, доме ваших друзей и тех денег, которые вы будете получать от своей работы. И что я здесь вижу, друзья, снова карта мечей, восьмерочка мечей, говорит о том, что вот вы как будто бы связаны какими-то внешними факторами. Что-то вас связывает в отношении других людей, в отношении каких-то ситуаций. Что-то как будто бы вы хотите поменять, но не можете. Даже те друзья, которые у вас есть, ну, люди, которые вас окружают, скажем так, я друзей здесь не вижу, близких каких-то, не вижу, честно вам скажу. Я вижу, что вы больше одиночитесь, больше никого не подпускайте к себе. Но даже те друзья, которые есть, они, ну, они только в глаза говорят вам, ну, что-то такое доброе, хорошее. А за глаза абсолютно ничего хорошего. Абсолютно, только пакости, только гадости вам хотят сделать, только зависть. Вот я вижу, ну, нет у вас, нет хороших, преданных, надежных друзей. К сожалению, есть другие расклады у других знаков. Я смотрю, и там, да, действительно, люди по много лет дружат, семьи, семья с семьей. Здесь этого я не вижу, уважаемые девы. Конечно, если говорить о вашей работе, здесь тоже. Вот какие деньги вы можете получать по восьмерочке мечей? Здесь вы настолько как-то связаны и зависимы от кого-то и от чего-то. Конечно же, мечи не говорят ни о каких деньгах. Хотя я вам говорила о том, что несмотря ни на что, несмотря на трудности, денежки к вам идти будут. Может быть, не настолько большие, как хотелось бы, но какие-то деньги идти будут. Рост у вас тоже будет. Я вижу, что по работе рост есть, но что-то вас очень-очень не радует. Есть какие-то внешние факторы, в которых вы как, ну, завязаны кем-то или чем-то, какими-то обстоятельствами. Давайте посмотрим ваш 12 дом, дом ваших самых больших страхов, самых больших переживаний. Друзья, и многие из вас вот боятся в каком-то деле, вы боитесь того, что вы не достигнете успеха. Вы боитесь того, что вы в конечном итоге не достигнете каких-то своих идеалов. Вам хочется быть лучшим, вам хочется быть лучшей, но вы боитесь того, что что-то вам может мешать, что кто-то вам может мешать, что есть какие-то могут быть обстоятельства, которые могут вам помешать развиваться. Я смотрю, для многих здесь именно опасения вот в своем личном росте, в своем личном развитии. И для вас именно вот это болезненно, именно вот это, ваш собственный рост. И для вас это важно. У вас есть амбиции, уважаемые девы. Конечно же, амбиции есть, об этом говорит и император. Но где-то вы свои амбиции прячете сами в себя по отшельнику, где-то вы закрываетесь от внешнего мира, уходите в себя. Эта карта говорит о том, что вы боитесь вот этих неудач. Многие из вас хотели бы каких-то путешествий, каких-то дорог, каких-то передвижений, какой-то славы. Но снова-таки вы боитесь того, что где-то в чём-то многим как будто бы может мешать ваша семья. Вы боитесь того, что ваши родные и близкие могут вам мешать. Но не потому, что они это делают специально или умышленно, просто потому, что в вашей семье что-то такое может происходить, что может влиять на вашу жизнь. Конечно, друзья, если говорить о ваших детях, у многих здесь проблемы с детьми. И именно будущий рост ваших детей вас тоже очень по этим картам волнует. У кого взрослые дети, у кого маленькие дети, здесь тоже могут быть болеющие дети. И у вас как, ну, постоянно душа напряжена, вы постоянно думаете, как же будет дальше. И, конечно же, друзья, здесь очень большие переживания у многих из-за детей, из-за родных и близких. И всё это в вашей душе тяжёлым грузом. Давайте подытожим весь ваш расклад. Сейчас я возьму по традиции исключительно старшие арканы. Они дадут нам дополнительную информацию, на которую, конечно же, обязательно нужно обратить внимание. В вашем раскладе выпало всего лишь два старших аркана. Аркан-император и аркан-отшельник. Эти карты говорят о том, что где-то вы всё-таки будете в этом месте заниматься глубинным самопознанием. Где-то вы сами себя в чём-то будете пытаться организовывать. Многие по этим картам могут проходить как хорошие целители, хорошие врачи, люди, которые совершенствуются в каких-то эзотерических знаниях. Такие девы тоже могут проходить по вот этим картам. То есть, может быть, меня смотрит та категория дев, которая практикует что-то для себя такое интересное. Может быть, вы чему-то такому пока только обучаетесь. И вот карты говорят, что вам как будто бы нужно обособить своё пространство от внешнего мира. Конечно, уважаемые девы, вам в этом будет помогать тем, кто в браке, тем, кто в паре, будет помогать мужчина, который рядом с вами. То есть, надёжный человек, и рядом с ним у вас с одной стороны вроде бы как есть свобода действий, а с другой стороны, вот как-то так странно смотрятся эти карты, с одной стороны вроде бы есть свобода действий, а с другой стороны нет. потому что вам постоянно себя надо, ну как, сразу вам нужно себя направлять, сразу вам много направлений, вот что, вот что, друзья, здесь интересно, вот вы не можете сосредоточиться только на своём каком-то желании, да, потому что вокруг много проблем, которые вас задевают, и что-то вам приходится решать. Возможно, проблемы вашего супруга, возможно, проблемы вашей семьи, и, возможно, ещё что-то, то, что касается вашей работы. Ну, уважаемые девы, повторюсь, я, кажется, это уже озвучивала, что, возможно, многим из вас придётся в этом месяце кому-то обращаться, высокопоставленному лицу, где-то вам в какой-то степени не хочется никому обращаться, потому что вы не хотите ни от кого зависеть. Так, ну, нужно ли вам это делать? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Конечно, если вам нужна помощь в чём-то, друзья, обращайтесь, вам помогут, вас ценят, вас любят, вы нравитесь людям, вот, вас, вам, вы нравитесь прежде всего как человек, как душа, да, на вас смотрят как на душу, вот вы душевный человек, и вам будут готовы друзья помочь, конечно же. За окном сирена, уважаемые девы, я извиняюсь, конечно же, но, может быть, это лишний раз намёк на то, что действительно вам нужно к кому-то обратиться за помощью, если в такой помощи вы нуждаетесь, да, потому что случайности в нашей жизни не случайны, и если в этот момент звенела сирена, значит, я была права. Друзья, карта, которая осталась внизу колоды, которая осталась внизу колоды, так, внизу колоды осталась карта Туза Чаш. Я пыталась складывать, друзья, убрала, вначале забыла, убираю эти карты и возвращаюсь к этой карте, которая осталась. Это как дополнительная подсказка, дополнительный совет. Посмотрите, уважаемые девы, для вас здесь выпала прекрасная карта Туз Чаш. Эта карта говорит о каких-то прекрасных начинаниях, о какой-то большой душевности, о том, что какое-то дело для вас настолько важно, что-то для вас является в вашей жизни как дело номер один, да. У многих, конечно же, есть чувства, есть любовь по этой карте. Вы готовы дарить эту любовь, вы готовы принимать эту любовь. Конечно же, карта прекрасной Чаши с водой. И обратите внимание, девы, подумайте о своём отдыхе. Если у кого-то рядом есть море, есть какие-то речки, есть какая-то водная стихия, на которой вы можете пойти, и пойдите, посидите на речку под каким-то деревцем, да, наберитесь сил, наберитесь энергии, отдохните, помедитируйте, и вам станет легче. Вот трудности начнут отходить и будут казаться уже не такими страшными. Конечно же, друзья, отдыхайте. Эта карта говорит о том, что больше, вот где-то в какой-то степени вам нужно очищение водой. Очищение водой, друзья, вот однозначно сходите, поедите туда, где вода, где море, где речки. Для кого-то это может быть как водные источники, да, вот есть святые источники. Вот в Украине есть шабовский источник, почаевский источник. Поедьте, поедьте, окунитесь в эти воды, которые подарят вам блаженство и благодать, и что-то в вашей жизни начнёт меняться, друзья. И, кстати, я сама тоже планирую вот в ближайшее время поехать в почаев, пока лето. Всё это, друзья, сейчас можно организовать через интернет, и на территории монастыря можно даже жить. Вот, то есть там это всё как бы продумано. Можно, конечно, поехать туда и обратно, но если ехать на источник, конечно же, максимально хорошо было бы поехать. В целях лечения, ну, это как три дня там провести, для того, чтобы три дня подряд вы могли окунаться в эти воды. Но я думаю, что многим хватит и одного дня. Есть в Белгороднестровске шабовский источник, там, где шаба, стыкуется с Белгородом, да, ну, тем жителям, кто в Украине живёт тоже. Там прекрасный, замечательный источник, открытый совершенно для всех. И я вас всех призываю посетить вот эти святые места, чтобы что-то в вашей жизни немножечко, друзья, начало налаживаться. Давайте возьмём немножечко дополнительных карт для наших одиноких дев. Конечно, уважаемые девы, я помню о вас, помню. И давайте посмотрим, как будет развиваться ваша судьба в этом месяце. Не будем заглядывать далеко вперёд, друзья. Давайте посмотрим исключительно на этот месяц, что у вас будет на личном фронте. Так, что у вас сейчас? Ну, у многих сейчас есть уже какое-то новое знакомство, интересное знакомство, и у вас оно может даже быть не одно. Я смотрю, что вами интересуются, вы интересны людям, вы красивый человек. Здорово, друзья. Боже мой, карта мужчин. Ну, здорово, девочки, женщины. Посмотрите, где-то вас ждёт, поджидает вот такой прекрасный мужчина. Что у вас в будущем может быть с этим человеком? Посмотрите, сколько чувств, сколько эмоций. Любовь вас ждёт, большая любовь, большие чувства, большие наслаждения вас ждут в этой жизни. И я вам этого желаю. Уважаемые девы, те, кто одинок, подумайте об этом. Если вы до сих пор сидели дома и одиночились, выходите в свет, выходите в мир, побольше гуляйте, побольше отдыхайте. И где-то в каком-то прекрасном саду вас ждёт прекрасный принц. Уважаемые девы, я всем искренне желаю счастья, добра, прекрасного летнего настроения. Не унывайте, жизнь прекрасна, жизнь продолжается. Я с вами не прощаюсь. Кто ещё не успел подписаться на мой канал, подписывайтесь. Ставьте лайки, кому понравилось. Кому не понравилось, ставить дизлайк не обязательно, друзья. Просто, может быть, это не ваше гадание, и я не ваш таролог. А сегодня, друзья, всем до свидания.